Всем привет, друзья! На связи Андрей Гид. Я, как всегда, рад вас видеть на своем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о криптовалютах. В первой части ролика я вам расскажу, как я покупаю, как я инвестирую в криптовалюты, инвестирую в монеты, покупаю их. И также расскажу, как их докупаю. То есть, моя стратегия докупки монет при коррекции. Также в первой части вы узнаете, как делать иксы на криптовалюте. Прямо все на конкретном примере разберем, посчитаем и вам все станет понятно. Во второй части ролика я расскажу, почему, например, два человека покупают одну и ту же криптовалюту. Один купил раньше, другой купил позже, уже после роста. Но почему-то надеется на тот же результат, как и человек, который купил раньше ее по низкой цене. То есть, такую разберу новичковую ошибку. Почему одни зарабатывают на криптовалюте, а вот новички, которые приходят, покупают и они либо не зарабатывают, либо в худшем случае вообще находятся в минусе. Ну и в третьей части я постараюсь все это подытожить, как-то вот собрать все эти мысли воедино, чтобы у вас нарисовалась четкая картина всего того, что я сказал. Если вы уже опытный человек, не первый год на рынке, возможно, вы уже все это знаете, уже об этом догадались. Но я вижу, что новички об этом не знают. Об этом свидетельствуют постоянные вопросы в криптовалютных чатах, в нашем чате Инвесгуру. Поэтому я решил все это разложить, посчитать. Сегодня будет очень, кстати, много математики. Если вы математику в школе не изучали, то у вас сегодня хорошая возможность эти навыки подтянуть. В общем, досмотрите ролик до конца, ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И давайте начинать, поехали. Итак, первый, самый главный пункт. Как я покупаю монеты и как их докупаю? Я покупаю новые монеты, фундаментально сильные, с маленькой капитализацией. Это первое. Либо я докупаю сильные монеты, фундаментальные, когда медвежий рынок, когда рынок просто достиг своего дна. И вот монеты болтаются, аккумулируются, тогда я покупаю. То есть я покупаю монеты только в двух случаях. Многие люди мне пишут, что ты там говоришь, что надо покупать внизу, на дне. Это невозможно определить, где низ, где верх, никогда не поймешь. Там, покупать внизу это непрофессионально. Друзья, если вы не понимаете, где низ, где верх, то посмотрите вот это видео, сейчас подсказку оставлю наверху. Там я конкретно объясняю, все показываю на графиках. Сегодня я на доске все это делаю. Мне кажется, пост на доске будет удобнее и понятнее. В общем, два главных правила еще раз. Покупаю новые фундаментальные монеты, либо покупаю фундаментальные монеты на дне. Все, точка. Теперь давайте рассматривать конкретный пример. Допустим, у нас есть какая-то монета. Вот она новая, да? Допустим, давайте разбирать новую монету. Она с маленькой капитализацией. И я думаю, что она даст иксы. Она листится. Вот эта вот пунктирная, это такая линия, точка листинга. Монета залистилась по цене 10 долларов. Как правило, после листинга монета сначала пампится. Здесь нам цена неизвестна. Но, допустим, мы купили ее на старте. Вот здесь вот по 10 долларов. Эту точку я обозначил вот здесь вот. Мы будем каждый раз докупать монету на 100 долларов. То есть, например, мы купили ее по 10 долларов на 100 долларов. И у нас теперь в портфеле 10 монет. Это, я думаю, всем понятно. Все, купили, держим 10 монет. Что дальше? Монета может расти, но зачастую монеты начинают корректироваться новые. Потому что кое-кому нужно закупаться. Я закупаю монеты минимум, когда они упадут в 2 раза. Но даже в 2 раза, это очень редко, когда я покупаю. Я считаю, это очень мало. То есть, к чему я? Не нужно покупать монеты, когда коррекция 10%, 15%. Многие, я заметил, какие-то источники, там, криптоканалы, многие блогеры. Просадка, там, 10-15%, докупаем. Там, все просто кричат, там, последний шанс, чтобы докупить монету и так далее. В итоге человек докупает. Монета снова падает на 10%, снова кричат, докупаем. Человек снова докупает. У него кончаются деньги, потому что инвестиционной стратегии нет. И все, человек сидит в минусе. То есть, я докупаю монеты, когда она падает минимум в 2 раза. Лучше в 3, в 4. Но мы сегодня будем рассматривать в 2 раза. Дальше. Монета упала в 2 раза, стоит 5 долларов. Допустим, мы докупаем еще на 100 долларов. И мы докупаем еще 20 монет. Как правило, монета может падать и дальше. Она падает еще в 2 раза и стоит 2,5 доллара. Мы снова покупаем на 100 долларов и покупаем уже 40 монет. То есть, с каждым разом мы все покупаем больше и больше монет. И монета, давайте скорректировать еще раз, в два раза стоит 1,25$, и мы еще на 100$ докупили, и купили еще 80 монет. Очень важно докупать монету. Очень важно поймать монету как можно ниже, как можно по меньшей цене. Это залог большого количества иксов. Опять же говорю, эта стратегия относится к фундаментально сильным монетам. То, что вы должны быть уверены, что монета вырастет. Монеты должны быть отобраны. Например, я покупаю такие монеты в своем криптоканале, даю рекомендации. То есть я получаю платную аналитику из зарубежных аналитических компаний. То есть там есть вся аналитика, весь фундамент, сильный продукт, сильная команда. То есть я более чем уверен, что монета вырастет. То есть большой потенциал есть, большие шансы вырасти. То есть мы докупаем, последний раз мы докупили на 80 монет. То есть докупать это обязательно. Далее, что происходит? Монета, она начинает расти. И когда монета доходит до точки листинга, да, можно сказать так вот, выходит такой вот ноль монета из минуса. У нас здесь куплено получается, смотрите, 150 монет мы всего купили. 150 монет. Проинвестировали мы всего 400 долларов. Четыре раза докупали по 100. То есть когда монета возвращается в точку листинга, у нас здесь уже капитал полторы тысячи долларов. Это уже от 400 долларов, примерно, если округлить грубо, x4. То есть монета вышла в ноль, вы уже сделали 4x. А потому что вы докупали, ловили монету ниже. Что происходит дальше? Монета дальше аккумулируется, может немножко скорректироваться. И как правило, потом идет большой рост. Это именно самый большой скачок роста. Что получается? Допустим, монета доходит до цены хотя бы 40 долларов. Это на самом деле немного. Монета, как правило, больше стреляют. У нас с вами 150 монет. Мы 150 монет умножаем на цену 40 долларов. И у нас с вами капитал получается 6000 долларов. Это x15. То есть мы сделали по нашему капиталу, который мы весь вложили в монету, 15 иксов. И это я вам скажу немного. Как правило, вот по такой структуре сильные монеты, вот так вот если пампятся на дно, потом рост, можно делать 20 иксов. Там 50 иксов. Например, недавно, в конце 2021 года, вот была такая яркий такой пример. Такой же был график, точь-точь такой же. Монета Ice. Сейчас я даже, может быть, скрин вам на экран выведу, чтобы вам было понятно. То есть монета там сначала листилась по цене 5 долларов. Потом мы ее в закрытом канале докупали, она стоила доллар. И потом монета просто выросла и просто со дна дала 60 иксов. Поэтому большие иксы делаются именно, когда вот вы покупаете на вот такой вот коррекции. Надеюсь, вам эта схема понятна. Если вам она непонятна, можете просто пересмотреть еще раз, либо спросить, задать вопрос в комментариях. Какие здесь еще пункты основные, да? При каких условиях это работает? Если это новая монета с низкой капитализацией, фундаментально сильная. Если вы постоянно ее докупаете, то есть при всех посадках вы докупаете. Только тогда вы сделаете столько иксов. То есть для монет, которых на хаях, это не работает. Вот не работает эта схема, в которой монеты уже выросли. Также эта схема не работает и стратегия для монет скам, да? Какие-то щиткоины, которые просто упали вот так вот. Упали и вот по дну вот здесь вот волочится. Ну скам все, проект не работает. Только для фундаментально сильных монет. Давайте переходить теперь ко второй части. Итак, друзья, теперь интересная ситуация номер 2. Я заметил, что начинающие инвесторы, которые только приходят на рынок, они как правило покупают монеты, которые известные, которые хайповые. То есть в каждом бычьем цикле есть какая-то супер монета, которая показывает очень большой рост. Она очень популярна, она на слуху. Это, как правило, какой-нибудь второй биткоин, убийца эфира или какой-то сверхскоростной блокчейн и тому подобное. В этом конкретно сезоне такой вот хайповой монеты я заметил, что была Солана. И много людей, которые новичков приходили, они очень много спрашивали про Солана. Я заметил это в других чатах и в своем чате. Они видят, что Солана мощный, сильный проект. Об этом везде пишут. Солана растет. Естественно, что купить? Они ведь в других монетах не разбираются. А Солана, она хороший вариант, чтобы проинвестировать. И они в чаты пишут. Ребят, хочу купить Солану. Что думаете? Вот этот вопрос, ну такой вообще, на него я не знаю, как даже отвечать. Ребят, хочу купить Солану. Что думаете? Сейчас я вам отвечу конкретно на этом примере, что я думаю о тех людях, которые хотят купить хайповую монету на хаях. Мы будем с вами рассматривать Солану сегодня. Такие люди вот спрашивали очень много, когда цена Соланы была на пике 250 долларов. То есть цена Соланы до такого значения доходила. Теперь давайте рассмотрим трех людей, которые купили Солану, но в разное время. Первый, все купили на одну и ту же сумму, на 100 долларов. Первый человек купил на 100 долларов Солану, когда она стоила еще по одному доллару. Это как раз те люди, которым стараюсь относиться я, покупаю новые проекты, перспективные, пока их капитализация еще маленькая. И вот такие как, ну вот мы, да, вот такие люди есть, мы стараемся вот купить перспективные проекты дешево. Он купил по доллару. Второй человек проинвестировал 100 долларов по 50 долларов. То есть цена Соланы, когда была 50, он 100 долларов в нее вложил. То есть купил две Соланы. И третий человек, это вот как раз вот эти вот начинающие люди, которые приходят. То есть я ничего плохого про них сказать не хочу, это нормально, они начинают, нужно с чего-то начинать. Они приходят, у них есть 100 долларов, они покупают по 250 долларов Солану. И что происходит? Все эти люди, как правило, они пришли с одной целью. Хотят заработать и первый, и второй, и третий. Теперь смотрите, Солана, да, вот монета, да, Солана вырастает на 50 долларов. Чтобы вы понимали, эта монета уже с крупной капитализацией входит в топ-10. И для нее 50 долларов, это уже довольно-таки большой шаг преодолеть. 50 долларов, это ценовой промежуток. Первый человек, который купил по доллару, у него каждый доллар это X. То есть X, это он с шагом в один доллар умножает свой первоначальный капитал. Допустим, вложил 100 долларов, Солана изменилась на 1 доллар, у него становится 200, еще на доллар 300, еще на доллар 400 и так далее. И когда Солана изменит свою цену в плюс на 50 долларов, этот человек первый сделает чистыми 4000%. За вот этот шаг, за 50 долларов только он сделает, плюс 4000% к своему первоначальному вкладу. Второй, который вложил по 50 долларов, у него каждый X это 50 долларов. То есть он вот будет каждый шаг в 50 долларов, он будет умножать свой первоначальный капитал в разы. Он за этот шаг сделает всего лишь 100% чистыми к своему первоначальному вкладу. Последний, который купил по 250 долларов, например, Солана сделает шаг в 50 долларов, будет стоить 300, он сделает всего лишь 25%. То есть чувствуете, какая разница? Как важно купить монету как можно раньше, либо докупать ее на коррекции. То есть это все то, о чем я говорил с вами в первой части ролика. И теперь смотрите, чтобы сделать последнему человеку, вот он третьему, который купил по 250, чтобы ему сделать хотя бы какие-то вот X2, да, минимальные X2, ему нужно, чтобы Солана стоила 500 долларов. То есть чтобы вы понимали, для такого проекта с крупной капитализацией, как Солана, сделать X2 не так-то просто. То есть и тем более бычий цикл уже кончается. Возможно, Солана будет стоить 500 долларов в следующем бычьем цикле. Но когда это будет, то есть мы не знаем, может это будет через 2 года, может через 3, может через 5 лет, может вообще через 10. И поэтому, как правило, вот эти люди, которые приходят в конце и выбирают вот эти вот монеты, которые стоят дорого, они превращаются в вечных холдеров. Ну, вечных холдеров это в лучшем случае, что они держат эту монету и не продают, а еще потом докупают. Тогда да, тогда они выйдут в плюс по стратегии с первой части. Но, как правило, эти люди держат, профита нет. А заработать-то хочется быстро. Они же пришли на этот рынок, узнали, что здесь сумасшедшие проценты от какого-то блогера или от какой-то статьи прочитали, там бешеная прибыль. Разбогатей быстро пришли, купили. Солана не растет, 10% для них ни о чем, жизнь от этого не меняется. Потом все покатилось вниз, они теряют деньги, говорят, что крипта не работает, что это все скам, развод, идут на форумы писать негативные отзывы и вот все эти и прочей ерундой заниматься. А хотя люди купили одну и ту же монету просто в разное время. И поэтому, когда в чатах спрашивают, и даже меня лично, там, что ты думаешь про Солану, что ты думаешь там про доги, который вырос там в 100 раз, в сотни раз, что ты думаешь еще про что-то, какой-нибудь там Нир или еще что-нибудь. Друзья, я про них ничего не думаю, мне вообще до них все равно. Я просто открываю график, я вижу, что монета сделала уже по 100 иксов, и я этот график благополучно закрываю, мне вообще эти монеты не интересны. Я пришел сюда зарабатывать деньги, делать профит, делать иксы, поэтому я рассматриваю только свежие проекты, либо дождусь пока рынок скорректируется, упадет на дно, будет аккумулироваться, и тогда уже возможно что-то я рассмотрю. Поэтому на своем канале, на бесплатном инвестгуру, я не даю во время обычного рынка много рекомендаций. То есть какой смысл мне рекомендовать Солану, который упадет? Человек не заработает и будет питать моему каналу негативные чувства, что я его обманул, видите ли. Когда рынок падал с 2018 по 2020 год, я давал очень много рекомендаций, и там все монеты сделали минимум 10 иксов. Вот в этом ролике я все показываю, всю статистику, можете зайти в канал и сами все проверить. Поэтому, друзья, как-то так, давайте быстро теперь перейдем к третьей части, все это подрезюмируем. Итак, друзья, завершающая часть этого видео. Всегда, когда вы хотите купить ту или иную монету, всегда спрашивайте себя. Есть три варианта покупки монет. Зачем покупать монету? Первое. Зашел попробовать. Часто слышу людей, спрашиваю, зачем ты купил эту монету, зачем тебе вообще ее покупать? Меня человек спрашивает, покупаю какую-то монету, помоги. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну я новичок, я просто зашел попробовать, вот хочу купить какую-то монету и посмотреть, как вообще это работает, все эти криптовалюты, как отправляются, как они покупаются, как продаются. И вот он зашел попробовать. Вы можете купить любую монету в любое время, если вы зашли попробовать. Второе. Нравится проект. Есть такие люди, реально очень нравится проект. Им нравится блокчейн, они там фанаты какого-то проекта. Либо им нравится какая-то игра, либо они просто там какие-то крипто энтузиасты, они топят только за биткоин. Есть такие люди, или только за эфир топят. Они всегда покупают, им без разницы какая цена, они вот знают, что они будут всегда у него инвестируют. То есть нравится проект, хотите поддержать его, да? Там отправить монеты в стейкинг или еще что-то. Третий вариант. Хочу много заработать. Вот если вы именно тот человек, который пришли на рынок именно за деньгами, именно заработать, то вам нужно обязательно брать во внимание все те моменты, которые я рассказал в первых двух частях. Каких, если вы уже забыли пересмотреть этот ролик. И поэтому в следующий раз, когда вы зайдете в какой-то чат и будете спрашивать, что думаете по поводу какого-то токена или коина, который сейчас находится на хаях, просто спросите себя, а зачем мне это? И просчитайте все те моменты, посмотрите, что у вас будет по итогу. Не будете ли вы в минусе, не превратитесь ли вы в вечного холдера и сколько вы вообще можете заработать? Надеюсь, друзья, вам сегодня было понятно. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Еще раз, друзья, чтобы заработать на крипте, нужно покупать свежие проекты, фундаментально сильные, с маленькой капитализацией. И второе, на падениях нужно обязательно докупать, когда монета падает в 3-4 раза. Чтобы докупать, нужно обязательно формировать несонный капитал. Путем откладывания денежных средств. Если вы не знаете, как это делать, можете написать мне в телеграм-чат, ссылка будет под этим роликом, и я вам все расскажу, как это делать, как докупать, чтобы потом на росте вы сделали много-много-много иксов. Но если вы хотите покупать монеты с маленькой капитализацией, фундаментально сильные, отобранные профессионалами, то можете вступить в мой закрытый телеграм-канал. Он платный, стоимость 300 долларов, платный, потому что это аналитика, которую я получаю, эти рекомендации, они тоже платные. То есть за них приходится платить каждый год. Я считаю, что эта стоимость очень маленькая, 300 долларов единоразово платите. Очень маленькая стоимость по сравнению с тем, какой профит дает крипторынок, если вы все делаете правильно. Тысячи, сотни тысяч процентов. Поэтому, если хотите, вступите, зарабатывайте вместе со мной по всем вот этим стратегиям. Моя личка телеграма будет также под этим роликом. Пишите, оплачивайте, и я вас добавлю, и будем работать вместе. Кстати, все мы там идем к миллиону долларов. У меня есть еще стратегия, которая позволяет заработать миллион долларов любому человеку, используя вот эти стратегии. В общем, контакт в описании, пишите. Ставьте лайк этому ролику, пишите комментарии, с чем согласны, с чем не согласны, если есть что-то добавить. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И увидимся в следующем ролике, друзья. Всем профита в инвестициях, в криптовалютах. И пока-пока.